Всем привет! Данный видеообзор записан специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре силиконовые приманки от производителя Культива Серия Rock'n'Bait, называются они Ring Kick Tail Поставляются в такой компактной упаковке и очень красочно оснащенные Во-первых, красивые такие морские тона, темно-синий, бирюзовый Есть смотровое окошко, чтобы посмотреть расцветку данных силиконовых Очень много рекламы, но все фактически на китайском или японском языке Не знаю, иероглифы, иероглифы и в принципе не особо тут можно и разобрать что-то Есть наклейка, на которой все плюс-минус понятно, 12 штук В упаковке 2 дюйма размера приманок Также в данной серии есть приманки в размере 7,6 см И в упаковке их уже будет в 2 раза меньше, 6 штучек Производятся они в Китае, есть штрих-код Сзади еще показано, что в данной серии есть еще и виброхвост, ринг, сингл, тейл И опять много информации, скорее всего, на китайском языке Давайте извлечем данные приманки Хочется отметить, что выбор по цветам у данных силиконовых приманок очень скудный Всего 3 расцветки, поэтому выбор, так сказать, не большой Но я вот взял себе вот такие вот приманки в данной цвете Даже не скажу на что похожий Цвет серенький с множеством вкраплений голубых точек Не очень удобная упаковка Получается здесь просто пластиковая подложка Которая вообще никак не защищает данные виброхвосты от заминания И с ними происходит, что и должно произойти без пластиковой ванночки Они все имеют деформированные хвостики А плюс к тому же, что и силикон очень такой плотный Так как создан для морской рыбалки, для рокфишинга И поэтому сделан из такого плотного получается силикона Чтобы его морские хищники не разгрызали с этим Тут вообще получается не очень хорошо Все-таки копеечная пластиковая ванночка могла бы спасти вот подобного Итак, сам виброхвостик имеет очень ребристое такое тело На протяжении всего тела идут ребрышки, только на голове их нет Это сделано для того, чтобы она была более массивная Для того, чтобы не разбиваться на джек-головках, на все это крючках И более долго вам приманка могла прослужить Далее тело приманки заханчивается тоненьким хвостиком Который на своем конце имеет округлую пяточку Такая довольно-таки широкоамплитудная игра у данного виброхвоста И создан он, как я уже сказал, для морских хищников небольшого размера Но в наших условиях я думаю, что это будет просто отличная приманка для ловли окуня Я думаю, что он с удовольствием будет на нее реагировать При лове щука, судак, но обычно такие небольшие силикошки покупают именно для ультралайта Аромат у них имеется Такой сладковатый, интересный запах, не отталкивающий Но я думаю, что в принципе хищнику должен понравиться Приманка вполне себе доступная по цене В упаковке большое количество, аттрактированная Единственная проблема с тем, что силикон довольно-таки плотноват И все же, наверное, стоит посоветовать их не любителям ловли окуня А именно любителям рокфишинга Так как действительно данный силикон должен неплохо выдерживать атаки зубастых морских хищников Ну а на этом обзор силикона от производителя культи Варин Киктейл подошел к концу Всем спасибо за внимание Пока